На этой неделе впервые за долгое время появились новости о том, что долги по зарплате в Украине сокращаются. Смешно. Всего на 0,4%. Таковы официальные данные за октябрь. Наверняка на днях появятся данные за ноябрь, но вряд ли они будут выглядеть серьезнее. Долги по зарплате вообще давняя проблема. Только в отчетах проходит сумма более чем в 2 миллиарда гривен. При этом значительная часть экономики остается в тени. По разным оценкам от 30% до половины. Сколько предпринимателей недоплачивают работникам еще и в конвертах, это уже отдельный вопрос. Понятно, что в такой ситуации люди начинают протестовать. Вот актуальный пример. На Волыне шахтеры отказались подниматься на поверхность и провели несколько суток под землей. По словам профсоюзных активистов, полностью зарплаты людям не выплатили еще за август. Интересно, правда? Официально угледобыча в нашей стране это же приоритет. И особенно после того, как прекратились поставки угля из зоны АТО. Но реально денег не хватает даже на зарплату шахтерам. Почему это происходит и как долго еще будет продолжаться, выясняла Инна Белецкая. Трое суток под землей. Им не платят уже три месяца. Они устали ждать и просить. Люди вичаи. Доброе, что канал еще есть, как-то проявили. Да, до нас. А так, я не знаю, вот возьмите сами, до кого идти. О ситуации на Бужанской рассказывают по телевидению и шахтерам привозят. Нет, не зарплаты, а обещания. Забастовка окончена. Они поднимаются на поверхность, чтобы ждать и доказывать, могут зарабатывать. Уголь есть, но добывать его нечем. Нема на чему працювать и нема кому зараз працювать. Багато хороших специалистов розраховались, потому что людей семьи. Треба годовать семьи. Кажут, вугля не можем дать. Есть уголь, все есть, дайте, чем рубить людям. Тем не менее, шахта опять работает в четыре смены. Хочет перекидать демника, хочет лихать вверх, зарабатываться. Зарплаты у волынских шахтеров скромны от 5 до 10 тысяч гривен. Да и тех не платят. Задолженность исчисляется миллионами. Заборгованность по зарплате с нарахованием 16 миллионов в 108 тысяч. Сколько людей зараз по зарплате? В 889. Это начальник отдела кадров, свои 5 тысяч не видела еще с июля. Зато работы хватает, да еще какой неприятной. С начала года освобили 180 людей. Только за этот месяц 39. 34 из которых освобили по статье 38, часть 3, из-за невыплаты зарплаты. Только на этой шахте несколько профсоюзов. Одни горники уверены, во всем виноваты делецы из министерства. Другие не сомневаются, шахта, добывая хороший уголь, мешает тем, кто заинтересован его обогащать. Третий винят неэффективный менеджмент. Мол, деньги тратят не на модернизацию, а не весь на что. На эту лаву, что вы сейчас едете, мы отримали ленту, ролики и цепь новую, что дали, что тут. А это все выученные. Привезут, все поломано. Гранники настаивают, чтобы мы спустились в шахту, мол, увидим состояние техники. Но увидеть выработку можно только с разрешения директора или главного инженера. А где они, никто не знает. Не на камеру признаются. Общаться с журналистами им запретили сверху. Мы позвонили с объедения, не пускайтесь. Сверху это вот здесь, на госпредприятии Волынь-Уголь. После часа ожидания. Исполняющий обязанности гендиректора соглашается нас принять. Наша шахта и все шахты, державные предприятия, все на данный час с бытком. Долгий разговор о том, что из-за катастрофического недофинансирования на Бужанской и техника плохая, и люди работают неохотно. В итоге сводится к главной новости. Оказывается, сегодня на госпредприятии получили телеграмму из министерства. Грядет реорганизация. А значит, возможны разные варианты. От закрытия до приватизации. Из 2018 года с 7 месяца держпотримка будет отсутствовать. Вот сегодня телеграмма пришла. Будем попереджать. На шахте о новости ни сном, ни духом ждут зарплату. И надеются не на приватизацию, а на модернизацию. Благо дверь в столовую будто портал в прошлое. За ней суп по гривне 20 и котлеты по 4,60. Говорят, стараются, хотя зарплату тоже не видели давно. Стараемся найти дешевшие продукты. Стараемся для своих шахтеров, чтобы они имели. Так как нам зарплаты не дают, мы можем выживать так, как есть. Надеясь получить зарплату, люди работают на многих других украинских предприятиях. Только в угольной отрасли более 100 тысяч человек. Правда, есть отдельная каста, вне штата, но со сверхприбылью. Это глава независимого профсоюза Горняков Михаил Волынец. По его подсчетам, задолженность Украины перед шахтерами, которые работают на государство, около миллиарда гривен. В мире выживание в уголе является лишним, потому что шахтеры имеют высокий уровень рентабельности. И обычно компании организуются за таким принципом. Они вертикально интегруются. Там несколько шахтеров, тепловая электростанция, коксохимический комбинат или металлогийный комбинат. В Украине же отрасль не просто убыточна, а сверхубыточна. Минэнергетики заявляют, волынские шахты не выполняют план по добыче. И уголь продают плохо. Мол, шахта должна зарабатывать на себя сама. Может, поэтому в министерстве и начали реорганизацию. А может, это какая-то очередная схема? Шахта Божанская, она выставлена на приватизацию. В 2018 году будет запущена эта процедура и будут шахты приватизованы. Но пока до июля, когда начнется реорганизация далеко, горнякам бы получить уже заработанное. Ждут неделю, а дальше опять будут бастовать под землей, на трассе или к министерству поедут. Решат по ситуации. Инна Белецкая, Богдан Вербицкий, Николай Василюк. Подробности недели, телеканал Интер, Волынская область.